В этом году 75-летие победы в Великой Отечественной войне в связи с пандемией коронавируса мы встречаем по-особому. Отменены парад на Красной площади, шествие бессмертного полка, массовые мероприятия и даже салют. К огромному сожалению, мы встречаем этот день в, ну скажем так, в довольно странных условиях, когда массовые мероприятия вообще будут отменены, а праздничные мероприятия весьма и весьма будут ограничены. Тем не менее, украшение города, возможность всего нарядить, это одна из возможностей каким-то образом создать настроение. Ленинский городской округ коммунальные службы традиционно украсили к Дню Победы. Соответствующая символика появилась на улицах, зданиях и транспорте. Преобразились и видновские троллейбусы. На одном из них накануне праздника проехал Алексей Спасский. Глава муниципалитета поинтересовался, как видновский троллейбусный парк работает в условиях пандемии. По словам директора Ольги Киндиной, несмотря на то, что пассажиропоток упал почти на 90%, задолженностей по зарплатам и перед налоговыми службами у предприятия нет. Сейчас транспорт работает в режиме воскресного дня. Все нормально, пока держимся. Заболевших нет. У нас люди все дезинфицируются. С утра у нас свой медкабинет, все проходим обследование. И бесконтактную температуру, и полный комплекс еще обследования, которые водительских положенных делаем. Помимо центра города преобразились и новые микрорайоны. В Купелинке жилые дома украсили георгиевскими ленточками и российскими флагами. Люди не могут принять участие в массовых мероприятиях, но саму атмосферу и праздник, победы мы постараемся создать в Купелинке. У нас уже появилась стела. Сейчас украшиваются многоэтажные дома, где это возможно, там большими полотнами в виде георгиевской ленты, в виде российского флага. Также накануне праздника члены художественной команды «Стороны» расписали местный ЦТП. Мы застали самое начало работ. Граффити ребята занимаются уже около 15 лет. За их плечами более тысячи рисунков в разных городах России, в том числе и в Видном. На выполнение этой росписи у них ушел целый день. Было израсходовано около 40 банок аэрозольной краски. Эскиз достаточно простой. Мы взяли за основу ясное небо с элементами облаков, как символ Победы. И основную символику 9 мая и поздравление с Днем Победы, который будет нарисована на видовой стене. Словом, 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне округ встречает красивым и обновленным власти. Муниципальные депутаты призывают жителей и дальше соблюдать режим самоизоляции. И отмечать праздник дома, в семейном кругу. Желающие могут поучаствовать в акциях «Поющие дома», «Бессмертный полк онлайн» и других онлайн мероприятиях.